Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». А сейчас время региональных новостей. В эфире «Анапа-Регион» и я, Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Заслуженное признание. Анапские депутаты определили лучшее территориальное общественное самоуправление для участия в краевом конкурсе. День воинской славы. В годовщину победы советских солдат в Сталинградской битве в Анапе прошли памятные акции. О войне и об истории представители российского военно-исторического общества преподали урок мужества молодому поколению. На 21-й сессии Совета муниципального образования депутаты города-курорта утвердили итоги конкурса органов ТОС, приняли ряд законотворческих решений, а также заслушали отчет депутата законодательного собрания Краснодарского края Владимира Верстунина. Ежегодно анапские общественники занимают призовые места в краевом конкурсе ТОСов, каждый раз доказывая делами квартальных и домовых комитетов нужность и важность территориального самоуправления. Сегодня поддержка требовалась лучшим. За этими квартальными комитетами сотни посаженных деревьев, помощь ветеранам и многодетным семьям. Организация праздников для людей и памятных акций. Главное, в них работают самые неравнодушные люди домов, улиц и поселков. Поэтому депутаты единогласно поддержали решение конкурсной комиссии о победителях. С отчетом о работе законодательного собрания края перед депутатами выступил член комитета по имущественным и земельным отношениям законодательного собрания края Владимир Верстунин. Как рассказал Владимир Петрович, краевой бюджет в 2017 году сохранит социальную направленность. На соцсферу будет направлено 70% всех расходов. Край ожидает более 16 миллионов туристов, а объем услуг в денежном выражении приблизится к 125 миллиардам рублей. Владимир Верстунин отметил слаженную работу депутатского корпуса. Дружно работаю со своими коллегами и депутатами нашего городского совета. Мы дали по пяти сельским округам совместно с ними, извините, полторы тысячи было вообще на благоустройство. Говоря о задачах для будущего курорта, депутат отметил проблемы водоснабжения и водоотведения, которые сейчас решаются, ремонта дорог и тротуаров. Но главная задача – сохранить курорт. Но основной проблемой, считал и буду считать, это корректировка горно-санитарной зоны. Депутат ЗСК поддержал глава курорта, подчеркнув, что без решений правительства нет дальнейшего развития Анапы как курорта. Если мы сегодня не премиум, не толкнем, вернее, чтобы было соответствующее постановление правительства, то дальше по развитию города-курорта, как курорта. Вот это о чем вчера мы говорили. Вот это 19.54 указ президента, он просто не работает. Ну я поэтому сегодня с удовольствием пришел сюда и попросить поддержку и совместно этот вопрос. В ближайшее время пройдет заседание рабочей группы по разработке соответствующих предложений. Стремление застроить береговую зону в районе Суко вполне понятно. Места сказочно красивые, жилье с видом на море – предел мечтаний любого человека. Но проект застройки на территории бывших сельхозугодий «Зао Кавказ», изготовленный еще в 2013 году, должен опираться на научное обоснование гипроводхоза. Такой вердикт вынесен на заседании рабочей группы по обсуждению градостроительного плана ООО «Мегаполис». Градостроительный план огромного жилого массива в Суко размахом на весь стол докладывает исполняющий обязанности главного архитектора города. Проект был у нас изготовлен в 2013 году, 28 марта 2013 года был изготовлен проект планировки этой всей территории. Я хотел за это соответствовать? Да, соответствует, да. И у нас, получается, застройка данной территории предполагает 8 очередей строительства. А именно, в первую очередь строительство, мы предназумеваем строительство детского дошкольного учреждения. Этажность 2-3, это сейчас с проектировщиками ведется беседа, они думают, 2 будет, это же или 3, и вместимость будет на 100 мест. Глава города тщательно изучает все этапы градостроительного плана, интересуется, известно ли, что происходит сейчас на будущей строительной площадке. Меня интересуют деревья, вот так, по большому счету, честно скажу, зеленые насаждения, которые беспощадно вырубаются. И если они там есть, либо были, то вот эти собственники должны посадить парк в пятикратном размере от уничтоженного на указанной нами территории. Учитывая, что проект масштабный, он должен быть еще и безопасным, поэтому звучит самый главный вопрос. Это зона затопления, Сергей Михайлович. Так, и что же мы рассматриваем? И сейчас я хочу еще сказать, поэтому, знаете, прежде всего, нужно, чтобы они представили проект по защите территории от затопления, чтобы не получилась ситуация, как получилась ситуация с резиденцией у Триш. Уже застройка шла, а потом начали стенки строить. Еще на начальной стадии разработки проекта институт Гипроводхоз дал инвестору обоснование о том, в какой зоне он собирается строить. И участок-то предоставлялся в надежде, что на этой земле будут созданы безопасные условия для будущей застройки. Мы договорились о том, что они возьмут информацию эту, да, и выполнят мероприятие, потому что инвесторы же, только мы с целью привлечения инвесторов для этих мероприятий их и пригласили, и для того, чтобы они могли в дальнейшем осваивать эти территории. Они, значит, ограничились, по-моему, в свое время только строительством там, каких-то, вот там внизу, у своей территории. Дальше эта тема почему-то... Ну да, прилетит-то оно сверху. Да, оно прилетит-то сверху. Это и было оговорено у них. Поэтому эта тема раньше до них была доведена, они ограничились вот этим понятием. Сегодня мы в Градплане пишем, что территория подтопляемая, нужно принять мероприятия. Но эти мероприятия, они давно были озвучены, какие надо принимать, их нужно было бы и разработать, и, может быть, иных инвесторов. Глава города на заседании рабочей группы подчеркнул, что красивый и мощный проект нуждается в серьезной доработке. Нашим краям не надо далеко ходить за примерами, когда природа вносила жестокие коррективы в территории, где пренебрегали безопасность. Цена этому – жизни людей. 2 февраля 1943 года закончилась наступательная операция советских войск под Сталинградом. Около полугода немецкая группировка пыталась владеть городом на Волге. Большая часть времени пришлась на уличные бои и сражения фактически за каждый дом. В итоге окруженная 6-я армия под командованием фельдмаршала Паулюса капитулировала. Сегодня в Анапе отдают дань памяти советским солдатам, которым удалось совершить коренной перелом в войне. Сегодня у стелы воинской славы молодежь Анапы заступила на пост номер один. Караул сменялся каждые 15 минут. Анастасия учится на первом курсе Анапского сельскохозяйственного колледжа. Молодые люди заступили на пост впервые. Чтобы исправиться задачей, хватило короткой подготовки. Девушка рассказала, что принимать участие в таких мероприятиях вызвались практически все из ее группы. На уроках основ безопасности жизнедеятельности они часто смотрят военные фильмы. По словам Анастасии, она хочет пойти на военную службу по стопам отца. Сегодня в образовательных учреждениях и патриотических клубах прошли памятные акции, приуроченные к годовщине Сталинградской битвы. В школе номер 30 на уроке мужества побывала наша съемочная группа. Для советских солдат-зенитчиков нет укрытий. Они смотрят в глаза, летящие на них смерти. Кадры черно-белой кинохроники. О Сталинградской битве сегодня сложно рассказать что-то новое, однако не менее важно передавать информацию от поколения к поколению. Ее хранители – сотрудники Центральной библиотеки. Урок, посвященный переломному сражению Великой Отечественной войны, проводится по инициативе молодежных активистов. Чтобы школьники не забывали историю, чтобы они ее знали, помнили, гордились подвигом нашего народа, потому что если мы не будем знать нашего прошлого, и какое же тогда у нас будет будущее. После зимнего отступления под Москвой немецкое командование решило нанести удар по экономике, захватить нефтяные месторождения Кавказа, выйти к Волге, важной транспортной артерии. Кроме того, город, который сегодня называется Волгоград, тогда носил имя Сталина, а это уже идеологический удар. В конце лета 1942 года немецкая 6-я армия вошла в город, завязла в жестоких уличных боях. Был момент, когда под контролем советской армии оставался крошечный пятачок земли у Волги. И в Берлине уже было объявили о победе. Однако в декабре, в результате операции «Уран», немецкая 6-я армия оказалась в окружении. Попытки ее деблокировать были безуспешны. Снабжение по воздуху было прервано. 2 февраля группировка под командованием фельдмаршала Паулюса капитулировала. На стенде в школе номер 30 информация о битве, которая, как говорят историки, обозначила окончательный перелом в Великой Отечественной войне. Потому что если бы наши не выиграли, сейчас бы неизвестно, что бы с нами было бы. И это, ну, гордость важна для нас. После поражения в Германии был объявлен трехдневный траур. Король Великобритании Георг VI подарил Сталину специально выкованный меч. В мире пересмотрели взгляды на возможности советской армии и народа в целом. Данный фактор в той или иной степени до сих пор учитывается политиками во всем мире. Участники гражданско-патриотического форума «Патриот России», который сейчас проходит во Всероссийском детском центре «Смена», встретились с представителями российского военно-исторического общества. Почетные гости провели экскурс в историю и поделились воспоминаниями о случаях из военной жизни. Тема встречи – Кубань, край ратной и воинской славы. Почетные гости рассказывают ребятам о героях и их подвигах, о войне и истории. Анапа у нас с седавних времен является городом воинской славы. А почему? А потому что в 1791 году турецкая крепость впервые была взята русскими войсками, героическими русскими войсками, героическим русским солдатом во главе с полководцем Иваном Васильевичем Кудовичем. Сергей Палагин – российский военный летчик, подполковник, участник военных действий, герой Российской Федерации. Поделился со сменовцами историей армии. Рассказал о своем участии в чеченских войнах, в антитеррористической операции в Дагестане. По словам военного, подвиг может совершить любой, даже самый неприметный на первый взгляд человек. Этот парнишка, как бы так, он тихоня такой был, хотя обиду себя не давал, но он так нити не проявлялся. И вот когда в минуту сложнейшей ситуации, вот этот парнишка взял руководство боем на себя. И его распоряжения пошли, его указания пошли такие грамотные, что все сержанты приняли его как за командира. Напоследок гости подарили участникам форума диски с фильмами, посвященные героям. Сайт Центра творчества города Анапу занял первое место на всероссийском конкурсе. Эксперты отметили его простоту и удобство для пользователей. Итоги подводили в Санкт-Петербурге. Организаторами конкурса выступили некоммерческое партнерство, электронный арбитраж и ООО «Образовательные стандарты». Свои работы представили около 200 образовательных учреждений со всей страны. Победители определили в восьми номинациях. Сайт Анапского Центра творчества был признан самым простым и удобным для использования. У него единственное меню, пролистав которое можно узнать, в каких студиях есть вакантные места, расписание занятий, различные документы, регламентирующие работу. Практически вся информация от первого лица, сканы документов с печатями. Учреждения говорят, что родители приходят уже с готовым решением и не задают дополнительных вопросов. Когда ты вкладываешь душу в этот сайт, можно сказать, то, конечно, очень обрадовалась, когда именно завоевали. Не просто мы приняли участие, нам дали за участие, а именно мы стали победителями, то есть мы заняли первое место. Это, знаете, такое вдохновение прямо и охота как-то вот творить. Мне это дало такой, знаете, вот толчок просто что-то дальше вот продвигать, что-то дальше делать. На базе спортивной школы номер 10 прошли муниципальные финальные соревнования по волейболу среди юношей 5-6 классов в зачет 10-й всекубанской спартакиады школьников «Спортивные надежды Кубани». Это второй муниципальный этап. В первом приняли участие ребята из 22 школ. По его итогам победители, а это 48 человек из 4 образовательных учреждений, сегодня боролись за право выхода в полуфинал. Подобные соревнования у нас проводятся ежегодно. В этом году это уже 10-я всекубанская спартакиада. И такой вид спорта, как волейбол, очень популярен среди школьников. Соревнования проводятся с целью популяризации данного вида спорта, отбор сильнейших детей на более важные соревнования и привлечение детей к массовым видам спорта. По итогам соревнований четвертое место досталось школе номер 2, третье – у седьмой школы. Серебро взяла школу номер 18, а первое место завоевала команда школы номер 19. Она и отправится отстаивать честь Анапы на краевых зональных соревнованиях, победитель которых получит право участия в финале спартакиады школьников «Спортивные надежды Кубани». И в завершении выпуска информации от наших партнеров. Производство на предприятии «Меркурий-2» ведет строительство нового многоквартирного комплекса «Кавказ» и приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Также партнер программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». Это качественная комплексная медицинская помощь от первичной консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доберяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Социальные дни в медицинском центре «Анапа-Океан». Первичный прием специалиста абсолютно бесплатно. И скидки до 20% на весь спектр услуг. «Анапа-Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Субтитры создавал DimaTorzok